Гендиректор КАМАЗа в составе делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посетил Вьетнам. В результате, накануне акции градообразующего предприятия Набережных Челнов взлетели почти на 30%, а по итогам торгов на бирже прирост составил более 15%. Сегодня на деловом обеде директор Департамента по связям с общественностью автогиганта дал некоторые пояснения по ситуации. Он напомнил, что КАМАЗ собирает грузовики во Вьетнаме уже 12 лет, но из-за таможенных пошлин на комплектующие делать это было не очень выгодно. Смысл в том, что Вьетнам, как и любая страна, защищает свой рынок очень высокими пошлинами. Они доходят до 80%. И нет смысла производить, там собирать грузовики, легче их просто ввозить. И вот одна из целей поездки была в том, чтобы добиться от вьетнамской стороны снижения пошлин на ввоз комплектующих. Это также поможет в преодолении кризиса. Кроме того, на автогиганте считают, что трудности сделают их сильнее. К тому же уже сегодня запущены программы по улучшению сервиса и переоснащению производства. Продолжаются работы по новой кабине и двигателю, введена новая линия на ПРЗ и многое другое. Все это идет параллельно с оптимизацией затрат и энергосбережением. Такие меры позволят КАМАЗу держаться достойно, хотя в целом ситуация на рынке тревожная. Основные наши потребители – это перевозчики, строители, дорожное строительство. И в общем все те, кто потребляет нашу технику, достаточно существенно снизили свои инвестиционные бюджеты. И это сказывается на наших продажах. За первые три месяца обвал на рынке тяжелых грузовиков, на котором мы работаем, произошел на 50%. Это уже близко к тем показателям, которые были в 2008-2009 годах.